Такой звук у него, как будто сейчас вот-вот моторчик отрыгнет. Ну вот, все как всегда, ничего новенького. Давай, Димон, давай! Давай, Димон, давай! Так-так-так-так-так, что же выбрать? Выбор не очень большой, как вы видите. Но нужно с чего-то начинать. Всем привет, ребята, это Бородатая Езда, и мы с вами находимся в городе Вольфсбург. Это Германия. И сегодня, и завтра мы будем тестировать автомобили марки Volkswagen, классические модели. В этом выпуске вас ждет Golf GTI второго поколения, Carada, Volkswagen Juke, всякие непонятные почтовые автомобили. Мы сломаем один двигатель, мы останемся без топлива, мы будем толкать машину дважды, один раз из них по автобану. Так что, я думаю, вам будет интересно, приятного просмотра. Начинаем. Ну что, первый наш очаровательный желтый сирок был в кузове купе еще до того, как это стало мейнстримом. И когда купе стали называть все, что в принципе только можно называть, четырехдверные купе-кроссоверы, четырехдверные седаны, универсалы и все вот это вот. Это вот настоящее купе, молодежный автомобиль с возможностью путешествий, потому что у него при всем при том достаточно большой багажник. Конечно, эти все машины, самое интересное, что выглядят очень компактными, если я встану рядом с ним, да. Он очень маленький, он очень маленький. 1974 год, двигатель 1,5 литра, 65 лошадиных сил, автоматическая коробка, отсутствует зеркало. Прекрасный очаровательный автомобиль, который при этом, вот мы сейчас ехали, абсолютно спокойно может перемещаться по современным дорогам. Даже какая-то динамика присутствует. Все-таки 11 секунд до сотни у этой тачки. Этот автомобиль, кстати, при всем при том, у него 85 лошадиных сил, и он разгонялся до 176 км в час. Обладал неплохой аэродинамикой, было выпущено больше полумиллиона таких автомобилей. И я могу вам сказать, что вот сейчас, находясь за рулем, нет у меня каких-то ощущений того, что этот невероятно старый автомобиль. Он управляется гораздо лучше, чем современные аналоги АвтоВАЗ, какие-то семерки там, или вот такие вот. Руль очень четкий, прекрасная подвеска, энергоемкая. Автомат неплохо справляется. Жарко, конечно, надо окошко открывать. Опа, когда окно открываешь, все равно сюда не дует, потому что оно начинается за твоими ушами. Слушай, автоматом у меня неплохо работает. Автомат неплохо переключается, переключается даже лучше, чем современные роботизированные коробки однодисковые. Слушай, а классно он едет, вообще супер. Смотри, шумоизоляция на самом деле неплохая, удивительно. Слушай, а как он управляется-то здорово. Мы сейчас едем 120 км в час. Вообще супер. Так, у нас конец ограничений, газ в палас. Проверим, едет ли он 176 заявленных километров. 5000 оборотов. 5000... 500 оборотов. 170 км в час. Давай, Сироко, давай! 170 км в час, уже почти 5 км в час с горочки. Машина стабильна вообще. Можно даже руки убрать. Почти 180 км, давай! Я не думаю, что они хотели, чтобы мы так делали. У него пробег, кстати, ребят, всего 7000 км. Так что это практически новый автомобиль. Салон. Конечно, четырехместный. Ну, как, пятиместный. Но, естественно, лучше здесь ездить вчетвером. А лучше вообще вдвоем ездить. Сироко ТС. Это комплектация. Здесь написано Volkswagen Automatic. Что значит автоматическая коробка передач. Очень интересный, красивый кузов. И достаточно большой вместительный багажник для такого компактного автомобиля. В принципе, сюда 2-3 чемодана спокойно абсолютно влезут. Вот, несмотря на то, что машина практически в идеальном состоянии, конечно, следы времени здесь остаются. Где-то он затертый, где-то замятый. Но, надо сказать, все такое прям металлическое. Запах такой немножко жигулей все равно. Вот этот вот, знаете, старого автомобиля. Металлического хром. И очень действительно интересно. Вот так сбоку там поснимать. Как обрубается у него резкая линия. То есть, вот эта линия идет, идет. И просто вот так обрубается. Из-за этого кузов выглядит крайне оригинально. Ну, штампованные диски. Никакого тюнинга полностью в оригинале. Давайте под капотец быстренько взглянем. Посмотрим, что там от нас. Инженеры попытались спрятать. Ну, точнее, тогда-то они не прятали от нас ничего. Никакого пластика. Ничего вот этого вот тогда не было. Все очень красиво и хорошо открывается. Оп. Достается, ставится. И можно посмотреть. Карбюраторный, трамблерчики, фильтры. Куча места обслуживать можно абсолютно точно самому. Никуда пролезать не надо. Сейчас мы ждем, пока вернутся ребята. И возьмем какой-нибудь другой автомобиль. С ними поменяемся. Может быть, что-то более экзотическое. Потому что Сирок, это, конечно, такой наследник. Не наследник, а прадед нынешнего. Но все-таки достаточно обычных автомобилей. А есть там еще кое-что интересное. Так что продолжите смотреть. Что-то мне не нравится, как тут все происходит. По-моему, у нас уже аккумулятор подсаживается. О! Друзья, сложно поверить, но между этой машиной, которая называется Type 3, полтора 1500S, и той, на которой мы ездили до этого, которая называется Сирока, всего 10 лет разницы. Тут, конечно, очевидно и видно, какая большая разница между автомобилями. Всего лишь 10 лет прошло. Но это прям ощущается как ретро. А тот автомобиль все-таки больше похож на любой другой современный. А во-вторых? А во-вторых, найди заднюю. Заднюю? Да я ее уже нашел. Давай. Вот у нас четвертая, а вот задняя. Нет, это не задняя. И это не задняя. Так, а где же задняя? Подожди, первая, вторая, третья, четвертая. Вот, наверное, задняя. Нет. А где же задняя? А, подожди, вот так. Нет. А вот это может быть. Подожди. Ну, явно надо что-то утопить. О, нашел. Нашел заднюю. Все, это успех. Во-о-о, нормально поехали. Вообще, прям чувствуется, что эта машина вообще не должна ехать. Такой звук у него, как будто сейчас вот-вот моторчик отрыгнет. Ремней нету. То есть дедовские такие сидения. Руль такой легкий, правда. Это вот уже я понимаю. Вот это вот техника. Блин, педаль тормоза сделана просто максимально неудобно. Она вот под таким углом стоит. И очень неудобно нажимать. Поэтому мы не будем тормозить. Коробка как будто в этот, в цветок засунул, в горшок цветочный. И там что-то шерудишь. Где-то там должны быть какие-то передачи. Интересно, спидометр правда говорит? Мы так типа 50 едем так бодренько. Ну, кстати, он и вполне себе и разгоняется. Смотрю, он как 60. Это я вообще не нажимаю. Она очень, ощущение есть очень легкого автомобиля. Такого достаточно собранного. И вот это мое любимое чувство, еще знакомое с буханки. А ты газ нажимаешь, а машина как бы неравномерно ускоряется. Так вот такой вот. Здесь оппозитный двигатель. Объемом 1,5 литра. Мощностью 54 лошадиные силы. Такой же, как ставили на Volkswagen Juke. Только там в разных версиях, конечно, было. Но здесь, в принципе, многие элементы взятые из Volkswagen Juke. Вот руль. Вот у его нулевой точки нет абсолютно никакой. Поэтому, конечно, подчеркивается ощущение ретро. Так, поворотик. Естественно, здесь задний привод. Багажник располагается спереди. Одно зеркало, так же, как и было. А надо как-то свет включить. Наверное, вот это свет. Прикольные очень кнопки в салоне. А вот это, наверное, дворники, да? Нет. Вот это, наверное, дворники. О-хо-хо-хо-хо! Ничего себе! Сумасшедшие дворники! А что-то здесь какая-то еще какая-то крутилка есть. Интересно, что эта крутилка дает. Ну, вот эта машина уже, конечно, прям больше нам напоминает о ретро. О том, что вот это вот сцепление с дорогой такое какое-то не совсем понятное. Понятное, потому что Сирока был практически современным автомобилем по сравнению с вот этим вот. А это что у нас интересно? Наверное, направление обдува. Я так, да, вот, можно регулировать в лицо или еще куда-то. Всего три прибора. Спидометр. Датчик топлива. Даже нету температуры двигателя. Интересно, как определить, какая у меня температура двигателя. Потому что здесь стоит двигатель с воздушным охлаждением. И, соответственно, двигатели с воздушным охлаждением хорошо охлаждаются, когда в них поступает холодный воздух. А мы не очень знаем, поступает он туда или не поступает. Но, однако, тоже можно вполне комфортно ехать. Сидения, конечно, не такие удобные. Похоже, вообще есть, конечно, ощущение, что я в полу давлю педаль. И сказать, что машина при этом как-то сильно едет. Да, это, конечно, совершенно другие динамические способности. Не такие, как у нашего Сирока. Так, а как сделать, чтобы дворники так бешено не ходили? Как что-то, так, крутилка и есть. Да, ты думаешь? А, да, правда, вот это крутит, ну-ка, как раз в палац. Ничего не меняется, что в палац, что не в палац. Ну, да, динамика, конечно, очень спокойная. Такие машины выпускались с двух типов кузовов. У них был кузов, вот этот кузов, странно, он двухдверный, но называется почему-то седан. А был еще кузов веган. Ну, то есть, универсал. Не очень понятно, какой смысл в кузове универсал, если у тебя, как бы, ну-ка. А, это все-таки третья. Видимо, третью можно включать в разные пазы. То есть, четыре передачи. Ну, вот такая 80, скорость уже, я бы сказал, кажется, что несемся, да? Руль постоянно, вот как в фильмах, вот так и надо делать. Обзор, конечно, не какущий. Ну, с другой стороны, можно просто повернуть голову, если тебе нужно посмотреть назад. На ней надо еще медленнее ехать. Ну, то есть, как бы, совсем спокойно. Я так не умею, просто-напросто. 64-й год, да. Машина была выпущена за 23 года до моего рождения. Но у нее максимальная скорость 134 км в час была заявлена. Что-то мне не очень хочется ее проверять. Тем более на этих узеньких дорожках. Друзья, там в эпизоде, где я толкал машину, у нас выключилась петля. Вот, поэтому сейчас можно ее переозвучить. Итак, я сказал про то, что у нас заглохла машина, и нам нужно ее толкнуть для того, чтобы завести. Потом, когда мы ее завели, когда это получилось, я сказал, что опыт буханки не пропить. Сейчас Дима возьмет этот текст, накинет на эту картинку, и получится практически то, что вы и хотели услышать. Ну что, глушим, рискнем? Если что, так и беззавидим. Господи, она легкая. Она легкая вообще. Так, выключаем свет. Итак, друзья мои, Type 3 1500S модель вот такая вот. Выпускалась 1961 года, и у нас здесь автомобиль 1964 года. Давайте я, в принципе, уже все технические характеристики, в общем и целом, рассказал. Очень симпатичный, нарядный, очень милый автомобиль. Такой лупоглазый, добродушный. Давайте посмотрим. Во-первых, интересная, да, особенность. Это открытие капота, который находится сзади. Вот здесь такая ручечка, мы ее вот так вот выдвигаем, и у нас открывается капот. Поднимаем. Смотрите, ничего держать не нужно. Здесь у нас находится двигатель объемом 1,5 литра. Смотрите, здесь тоже ничего держать не нужно. 1,5 литра, оппозитный, конечно, карбюраторный, с воздушным охлаждением. Мощность 54 лошадиные силы. Как в Запорожье с такой маленький, компактный, сзади находится. Так, закрывается. Сюда даже можно что-то положить, еще какие-то вещи. То есть, в принципе, полезное пространство использовано. Ну, а спереди, спереди вот здесь есть ручка, мы ее дергаем. Спереди можно открыть багажник, который тоже... А, здесь надо еще вот так вот. Тоже его держать не нужно, тоже сам все. Здесь запасное колесо находится. Я так понимаю, тормозную жидкость можно долить. Здесь же происходит заправка топливом. То есть, сюда заливается бензинчик, а сзади там есть горловина для того, чтобы заливать масло. Ну, не сказать, что большой багажник, но пару небольших чемоданов, таких ретро-классических, можно закинуть. Почему-то он не хочет так закрываться. Очень маленькая, очень классная. Ручки хромированные. Салон такой интересный, уютный, да? Такой дедушка стайл. Это у нас все откидывается. Можно пролезть назад. Машины рассчитаны под четверых пассажиров и... Ну, в смысле, троих пассажиров и водителя. Приборочки. Регулировка обдува. Ближний свет. Регулировка дворников. Тут я не знаю, что такое. А, это бульк-бульк, да, делать. Бульк-бульк. Про эти автомобили, действительно, вот про современные машины, сколько всего, да, можно рассказать. Садишься, тут какие-то навигации, как что реализовано, где режимы езды меняются. Здесь ничего этого нету. Здесь просто садишься и едешь. Очень бардачок такой. Раз, бардачок открывается. И все, собственно, что вот ручка страха для Димы. Больше ничего здесь и нет. Поехали дальше и попробуем взять следующий какой-нибудь автомобиль. Не могу закрыть дверь почему-то. Что-то мешает. Интересно, заведется? Да, не заведется точно, запустится. Булочка, ё-моё. Все, запускается. Садись, Димон, прокачух. Садись, Димон, прокачух. У нас легкая проблемка. Мы едем по автобану, у нас скорость падает постепенно. Машина почему-то не тянет. Пытаемся дотянуть до заправки. И какой-то, блин, звук неприятный. И запах тоже неприятный. А здесь останавливаться, ну, никак нельзя. И она, мне кажется... Давай сейчас попробуем все-таки остановиться. Короче, у нас какие-то проблемы. Так. Жилетку надо дать. Жилетка впереди. Подожди, а что у нас? Не заводится. И даже не запускается. Мы нашли, кажется, себе приключение, да? Надо выйти тебе взять жилетку. А что может быть? Мне кажется, ей надо немножко отдохнуть. Обычно это помогает. Достань мне, пожалуйста, жилет. Так, и что ты? Что, все так? Ну вот. Все как всегда. Ничего новенького. Это по-старенькому. Давай, Димон, давай. В результате, пока я толкал тачку, дотолкали ее до спуска с горы. И вот она как-то более-менее едет. Но мне кажется, что ей пришли каранты, честно говоря. Очень странно. Вообще ничего же не делали. Ехали все спокойно. Даже не крутили. Сколько до заправки? Геометров пять. Блин, ну это мы долго будем ехать. Все очень плохо. Очень-очень. Звук отстойный. Нам до парковки пятьсот метров. Там мы, видимо, и остановимся. Так, ну что? Что-что-что-что-что-что? Мы дотянули до парковки. Правда, пришлось километра полтора, наверное, толкать машину. Ждем. Сейчас приедет к нам помощь. Ой. Ну не могу сказать, что это было прям прекрасно. Да, Димон? Мы очень надеемся, что ничего не сломалось. Мы очень надеемся, что просто что-то с карбюраторами. Потому что нам написали, что они могут переливать. Но не похоже. Звук был такой себе печальный довольно. Но мы не теряем. Мы не теряем надежды. Да, это начало плохо с последнего момента. Пока обнаружили только то, что у нас через топливный фильтр не шел бензин. Я не очень понимаю немецкий язык. Но я абсолютно четко слышал, как прозвучала фраза. Это точно не вина Олега. Он так и сказал. Что-то там вина Олега. Значит, это не моя вина. Так. Ну, короче, мне кажется, дело не в аккумуляторе. И не в топливной системе. И не во мне. Скорее всего, просто пришло ее время. Давай! Ты слышишь звук? Да. Я думаю, это больше проблем. Да, я думаю, тоже. Я думаю, это механика. Так, вот тут сразу давайте сделаем стоп. Потому что вы сейчас начнете нас обвинять, что это мы прикончили двигатель. Но после всего этого события в приватной беседе инженеры сказали, что двигатель уже был на последнем издыхании. И они думали, что машина не доживет даже до времени тест-драйва. Однако она дожила. Но, как обычно, по сложившейся традиции, кончился двигатель именно на нас. Вот даже кошка меня покинула. А вы меня не покидайте. И знаете, что я вообще не виноват ни в коем случае. А в следующей серии бородатой езды смотрите. Легендарный Volkswagen Corrado. Golf GTI второго поколения. Какая-то почтовая машина. И Volkswagen Juke Herbie. Все это в следующей части. Мы снова останемся без топлива. Но в целом все будет хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обнимашки, чмоки, пока.